друзья мои вы снова на канале орхидушки и мы и с вами марина пересмотрела я сама свое видео о орхидеи маздывали и поняла что я вас как бы испугала орхидея маздывали это не сложная орхидея просто когда я вам говорила что орхидею надо покупать отрезанную еленку не с деребаненными корнями я имела ввиду что многие покупают большой куст орхидеи маздывали и разбирают ее на турберии и продают по 5 по 6 штучек в одном горшочке это крайне мало орхидеи маздывали не относятся к тому виду орхидеи которые зацветают от трех буль чем больше турберии чем больше вот таких вот стволиков тем лучше она развивается и куст ее должен желательно быть резаным ножом они разобраны на корешки корешки у этой орхидеи очень нежные очень хрупкие и если у орхидеи фаленоксиса вы по какой-то причине поломали или повредили корень орхидея сама залечивая свои ранки то у этой орхидеи все происходит по другому поломанный корень он уже не отрастает он погибает погибает поломанный корень и погибает соответственно листовая часть поэтому орхидею маздывали желательно покупать более крупными кустиками когда я говорила что орхидею не нужно опрыскивать обратно таки я имела ввиду что все орхидеи не только маздывали опрыскивать по лицу можно только при работающем вентиляторе либо при хорошей вентиляции воздуха то бишь если она у вас стоит на балконе на улице или открытые окна и идет движение воздуха в помещении где находится орхидея если же она находится в закрытом помещении движения воздуха нет лист ее опрыскивать не нужно потому что у вас почти не та участь которая была у меня то есть почернели потемнели начали подгнивать корешочки вот это вот я имела ввиду уход за ней не сложный поливайте смотрите удобряйте удобрение она любит удобрение ей добавляю можно сказать на третий полив но в очень очень слабом растворе и обязательно на следующий полив после удобрения я ее просто промываю грунт под краном она не любит не чистого содержания то есть желательно чтобы почва в которой она произрастала там чтобы не откладывались соли кислоты которые обычно есть в удобрениях поэтому не пугайтесь если есть возможность принести в дом орхидею маздывалию обязательно воспользуйтесь этим случаем эта красавица занимает крайне мало места я называю их моя команда руки вверх по той причине что они листочки видите вот так вот все как ручки подняли к верху и таким образом занимает крайне мало места на подоконнике в летнее время она стоит полностью в тени солнце на нее не попадает солнце проходит скользко а вот весеннее время где-то так начиная с февраля месяца я ее выставляю на солнышко потому что в это время обычно закладываются цветочные почки и как любому растению как любому живому существу ей обязательно нужен солнечный свет весной она засветает и на лето она снова идет в тень в прохладу во влажное содержание там она снова начинает наращивать молодые росты и готовится к последующему светению так что не бойтесь орхидея маздывалия это тоже не особо сложный цветок просто тут надо желательно смотреть не пересушивать ей корни пересушки корней она не любит почва должна быть всегда слабо 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 влажной на этом я думаю мои знания в орхидее маздывалии исчерпанными буду знать что то еще обязательно вам буду рассказывать я думаю что в моей коллекции появятся новые орхидеи маздывалии которые цветут не желтыми цветами к примеру белыми сиреневыми или красными я буду вам показывать буду рассказывать о том как они развиваются о том как они цветут спасибо всем за внимание кому нравится видео пальчики вверх не нравятся пальчики вниз подписывайтесь на мой канал я буду всем всем очень рада спасибо до свидания с вами была марина и орхидушки и